Мало кто знает, что в те дни, когда большинство жителей отдыхает, они трудятся, чтобы порадовать жителей. Без их участия не обходится ни один праздник. На мероприятии, посвященном профессиональному празднику, собрались те, кто посвятил себя творчеству. Отдел культуры района значительное внимание уделяет сохранению и развитию библиотечной отрасли. Главный библиотекарь межпоселенческой центральной районной библиотеки была в числе тех, кто был награжден грамотой Министерства культуры. Я работаю главным библиотекарем сектора правовой информации. В библиотеке работаю я уже 30 лет. Начала работать в 1986 году. Начинала работать в районной библиотеке, затем работала заведующей библиотекарем детской библиотеки. А сейчас опять вернулась, работаю в районной библиотеке своей. В чем заключается работа? Работа мне очень нравится, потому что она интересная. Постоянно приходится работать с людьми, оказывать им помощь. Мне очень приятно, что в преддверии праздника меня награждает почетная грамота от Министерства культуры, что они оценили мой труд. Спасибо. И хочу поблагодарить также всех работников культуры, это сферы, кто работает с праздником, пожелать всем здоровья, счастья, семейного благополучия, и чтобы все у нас было хорошо. День работников культуры отметили и педагоги дополнительного образования. В районе успешно функционируют две детской школы искусств. Контингент детей в этом учебном году составил 601 обучающийся. Учреждение реализует 18 образовательных программ. Воспитанники данных школ являются призерами районных, республиканских, всероссийских и международных конкурсов. Конечно же, успешная деятельность во многом зависит и от квалифицированных работников. Их также отметили почетными грамотами. Я работаю преподавателем детской школы искусств села Никола-Березовка на хореографическом отделении. Работаю уже 5 лет. Руковожу ансамблем «Жемчужина» вместе со своей коллегой Натальей Ахияровой. Работа мне очень нравится. Работать с детьми вообще очень интересно. Все они обладают своим характером, своими какими-то повадками. Каждый раз нужно найти к ним подход. И, естественно, воплощаются наши какие-то фантазии, мечты, но уже в творчестве на сцене. А вы всегда мечтали в культуре работать? Ну, как-то это само собой получилось. С детства я танцевала, всю свою жизнь, можно сказать, посвятила тому, чтобы танцевать на сцене. Очень хотелось мне продолжить это и дальше. И в итоге я поступила учиться и потом уже пришла работать сюда, в свои родные стены. Работа учреждения культуры была направлена на проведение мероприятий в рамках 30-го районного фестиваля народного творчества. К знаменателям датам и событиям года проведены различные фестивали, конкурсы, смотры и тематические вечера. На ежегодном расширенном заседании работники культуры также подвели итоги работы 2016 года и поставили задачи на текущий год. Ежегодно в преддверии профессионального праздника Дня работника культуры Российской Федерации отделом культуры подводятся итоги на расширенном совещании работников культуры. Сегодня состоялось такое совещание, где мы подвели итоги за 2016 год и определили задачи на 2017 год. 2016 год был насыщен на всевозможные мероприятия республиканского районного уровня. И одним из ярких событий в 2016 году это было открытие первого в районе многофункционального сельского дома культуры на базе Куяновского СДК. Одно из ярких, значимых мероприятий для нашего района это брендовое мероприятие, праздник Никола Вешни, который проходит ежегодно в рамках Дней славянской письменности и культуры. В этом году у нас были представители из Пермского края, Удмуртской республики, республики Татарстан. Также год запомнился фестивалем финно-угорских народов. Открытие данного фестиваля прошло на территории Краснокамбского района на базе Центрального районного дома культуры. В фестивале приняли участие более 200 человек и особым украшением фестиваля стало выступление гостей из Ленинградской области выпускного народного фольклорного ансамбля «Армаз». В отрасли культуры сегодня работают самые самоотверженные, творческие, самые преданные люди своей профессии. И в преддверии профессионального праздника мне хочется пожелать всем работникам культуры новых планов, новых совершений, достижения своих поставленных целей.